Не пренебрегайте офтальмологам. Сердце — главный орган человеческого организма. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Арина Улескова. 15 декабря в Музее Казанской химической школы состоялось вручение премии имени Арбузовых за выдающиеся исследования в области фундаментальной и прикладной химии среди молодых учёных. В мероприятии посетили научные деятели и почётные гости. В число победителей премии имени Арбузовых вошли трое молодых учёных. Двое из них — представители Казанского федерального университета. Дипломом за второе место и денежной премией был награждён Артур Хананов. А абсолютным победителем стал Павел Подня, также удостоившийся почётной наградой. Международный конкурс красоты «Татар КЗ-2022» накануне завершился в республике. Кто стал обладательницей короны и титула, расскажет наш корреспондент. Вот так ярко и громко завершился конкурс «Татар КЗ-2022». Буря эмоций, аплодисменты, полный зал культурно-развлекательного комплекса «Пирамида» и 11 девушек из разных уголков Татарстана на сцене. За спиной у каждой долгий путь к финалу. Бессонные ночи с постановкой хореографии и подготовкой к конкурсу. Но корона победительнице досталась лишь одной. В этом году это магистрант Казанского федерального университета Инжега Абдулина. Как признаётся сама девушка, путь действительно был не из лёгких. Четыре года я думала, думала, не решалась, не решалась. И вот в этом году подала заявление весной. И вот прошла финал. Финал нам готовили уже режиссёры, сами организаторы. То есть нас готовили к финалу. Не мы готовились, но был, конечно, опять-таки интеллектуальный этап. В один день мы просто презентовали проекты по известным женщинам. Как отмечает сама Инжега, поучаствовать и победить в этом конкурсе было для неё небольшой целью на протяжении последних нескольких лет. В этом начинании её активно поддерживали семья, друзья и даже преподаватели вуза. В магистратуре КФУ работает в информационном агентстве Татаринформ и планирует продолжать участие в подобных конкурсах. Уже на связи со всеми организаторами, со всеми девушками. Мне кажется, это уже на всю жизнь у нас останется. Такая ментальная, духовная и физическая связь. Помимо огромного опыта, обладательница Гран-при также получила в подарок национальные украшения – хасите и калфак, а также сертификат на 60 тысяч рублей. Александр Фирсов, Софья Чугунова, Универньюз. Студенты Института управления экономикой и финансов Казанского федерального университета готовят к запуску уникальное мобильное приложение, которое объединит множество медицинских сервисов. Как оно упростит жизнь горожанам – расскажем далее. 21 век. Век высоких информационных технологий, где все большее число людей стараются решать свои задачи в интернете. Совершить банковские операции, купить продукты, заказать одежду – все это россияне все чаще делают со своего смартфона. Наверное, единственной нерешенной проблемой, которая волнует граждан по всей стране, остается запись к врачу. Однако совсем скоро это изменится. Здоровый я. Мобильное приложение, которое не имеет аналогов в России. Благодаря сервису у пользователей появится возможность в один клик записаться на прием к врачу, заказать необходимое лекарство, а также отследить показатели жизнедеятельности в своем телефоне. По словам создателей экосистемы Артура Забирова и Алима Гулиева, это настоящий прорыв в секторе здравоохранения. В рамках одного приложения «Здоровый я» человек сможет заказать лекарство на дом. Вот он болеет путем интеграции с Яндекс.Доставкой, например. Ему привезут лекарства безрецептурные. Он сможет забронировать лекарства, он сможет вызвать врача на дом и так далее. Также в приложении будет возможность следить за активностью в жизни, будут трекеры для отслеживания активности здоровья, будут напоминания о том, что нужно выпить лекарства и так далее. Но вот самый первый функционал – это будет запись на прямом к врачу, запись на анализе исследования. У здоровья есть цена и время. Пользователи приложения смогут получить не только своевременную медицинскую помощь путем нажатия пары кнопок на своем смартфоне, но и различные бонусы. Для этого человеку нужно будет всего лишь поддерживать физическую активность на достойном уровне. По словам создателей, тренд на здоровый образ жизни поможет сохранить копеечку в кошельке. Например, берем город Казань. Здесь у нас есть шагомер. Топ-10 человек, например, кто скачал «Здоровый я», у нас будет каждый месяц обновляться статистикам. Топ-10 человек, кто сделал больше всех шагов за этот месяц, получает от нас по 1000 баллов. То есть 10 тысяч баллов на 10 человек. То есть он сможет их потратить, записавшись к врачу, купить какие-то лекарства, когда будут аптеки доступны, записаться на какие-то анализы, расследования. То есть это плюсы для клиник тоже, потому что мы увеличиваем расходы спроса на медицину. И для пользователя, потому что люди, которые, например, следят за активностью жизни, стараются много ходить, двигаться, для них это будет еще дополнительная мотивация. Точкой роста и фундаментом для реализации приложения «Здоровый я» стала победа на конкурсе «Студенческий стартап», где студенты выпускного курса бакалавриата Института управления экономики и финансов получили финансирование на создание приложения. Оно появится в Play Market и App Store к концу февраля-началу марта 2023 года. После партнера будут вести переговоры с потенциальными инвесторами. На всю экосистему «Здорового я» необходимо 120 миллионов рублей. Тогда сервис будет доступен в большинстве городов Российской Федерации. Ну а уже сейчас каждый желающий может поддержать стартап студентов на краудфандинговой платформе BoomStarter. Карина Саяхова, Никита Акиншин, Универньюс. Как часто вы обращаетесь к медицинским специалистам просто так, для профилактического осмотра? Если врача-терапевта мы посещаем хотя бы 3-4 раза в год, то к тем же офтальмологам мы обращаемся лишь с определенными запросами. К примеру, подобрать подходящие линзы для глаз. Мало кто знает, но существует огромное количество заболеваний, которые развиваются совершенно бессимптомно. Как не лишиться зрения по незнанию, расскажет моя коллега Маргарита Михайлова. Зачем идти к специалисту, если у меня ничего не болит? В такой политике придерживается подавляющая часть граждан, особенно когда это касается каких-то узких специализаций, к примеру, офтальмология. Однако такой подход может напомнить и себе спустя годы, поскольку многие заболевания развиваются бессимптомно на протяжении нескольких лет. В конечном итоге они вызывают необратимые последствия в зрительном нерве. Очень многие заболевания, особенно такое заболевание, угрожающее как глаукома, первые пять лет протекают бессимптомно. Пациент ничего не чувствует, ему кажется, что все прекрасно. И только на приеме у офтальмолога мы выявляем с помощью всей нашей аппаратуры ту или иную проблему, которая возникла у пациента. При осмотре специалист проводит все стандартные процедуры, которые необходимы пациенту. Это определение остроты центрального и периферического зрения, а также обязательное определение внутриглазного давления и проверка глазного дна. Снижение зрения, сухость, дискомфорт, усталость. Это первые признаки того, что пора обратиться к офтальмологу. То, что поначалу кажется незначительным, может обернуться серьезными проблемами в будущем. С приходом в нашу жизнь компьютеров и телефонов, необходимость контроля здоровья глаз повысилась. Не существует капель, которые бы нам помогли в этом данном процессе. Страдает мышца зрительная, на мышцу капель нет. Специальную гимнастику можно делать даже не отходя от компьютера. На сегодняшний день существует множество программ, которые вы можете включить прямо на своих устройствах. При этом негативного эффекта не будет, поскольку в момент гимнастики зрительная мышца находится в работе. Однако, так или иначе, с течением времени зрение может начать ухудшаться. Возрастные изменения никто не отменял. Но безопасные и эффективные способы сохранить его на определенный срок есть. У нас есть разработан целый курс инъекций ретро-бульбарных, паробульбарных под конъюнктиву, различными препаратами сосудистыми, которые улучают кровоток, микроциркуляцию сетчатки, не дают пациенту снизить остроту зрения, сохраняем зрение. Врачи отмечают, что здоровье глаз во многом зависит от своевременного выявления ранних этапов развития того или иного заболевания. Эффективное лечение и выполнение рекомендаций поможет сохранить остроту зрения на долгие годы. Маргарита Михайлова, Никита Акиньшин. Универньюс. Пятая межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальный вопрос лечения сердечно-сосудистых заболеваний» накануне состоялась в Казани. Какие методы используют современные специалисты, расскажем далее. Традиционная конференция по кардиологии накануне состоялась в столице Татарстана. Темой мероприятия в этом году стали актуальные вопросы лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В очном и дистанционном формате участие в конференции приняли специалисты со всей России. Инициатором проекта является университетская клиника Казанского федерального университета. Я бы даже назвал это не конференция, это такая школа, когда идет обмен мнениями, и молодые кардиологи, молодые врачи, они, по сути дела, имеют возможность услышать из уст корифеев, что же поменялось в кардиологии, какие подходы для диагностики, какие подходы для лечения. Я уверен, что, как и обычно, эта конференция будет очень удачной и плодотворной. По словам участников кардиологии, динамичный раздел медицины. Новые наработки и технологии появляются практически каждые полгода. Именно поэтому темы выступления из года в год разные. Действительно, в предыдущей области года мы в большей степени задумывались о сочетании сердечно-сосудистой патологии и коронавирусной инфекции. В этом году мы решили отойти от этой проблемы и все-таки вернуться к нашим глобальным сердечно-сосудистым заболеваниям. Все-таки актуальность чуть-чуть снизилась коронавирусной инфекцией. Мы можем полностью развернуть наши крылья и обсудить и сердечную недостаточность, и гипертоническую болезнь, и ишемическую болезнь сердца. Помимо выступлений спикеров, участники мероприятия смогли ознакомиться с новинками в фармацевтической сфере, изучить современные, более эффективные лекарственные препараты, а также обновленное оборудование. Участники информационной зоны отмечают, что такое взаимодействие просто необходимо. Оно на пользу не только врачам, но и компаниям. Это помогает компании внести изменения в инструкцию в случае возникновения каких-то, если врач отмечает какие-то новые эффекты, либо по безопасности есть какие-то у врача нарекания. Это все мы передаем в виде обратной связи в нашу компанию, и компания, соответственно, делает вот такие вот изменения на основании большой нашей работы. Наша аппаратура используется на всех этапах. Это и как первичная, и как диагностика, и как контроль лечения, и послеоперационные периоды. В ходе конференции коллеги смогли обменяться опытом и обсудить, какие современные методы лечения наиболее эффективны. Маргарита Михайлова, Ленар Гизатуллин, Универньюс. На этом все. В студии была Арина Улескова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok